Вы выбили человеку ногой четыре зуба. Он не знал, что ему делать, и в итоге пошел в тюрьму. Страх потерял не только здоровье, но и жизнь. Отбухали ноги, на откоснице, голени. Идти даже не мог. Сегодня мы дозвонились очень серьезному человеку. Григорий Дрозд. Чемпион мира и Европы по боксу. Долгосрочный чемпион по версии WBC. Известный комментатор и общественный деятель. Сейчас он, впрочем, на одной ступени с нами. Он закрыл плотную дверь своего дома и не пускает туда коронавирус. Григорий, у меня сразу провокационный вопрос. У вас в декабре вышла книга «Бей первым». Найло такое ощущение, что моя дочь, которая два с половиной года, ее прочитала. Она сейчас этим и занимается. Она подходит к детям на площадке и бьет первый. Если ей не хватает кулаков, она берет в руки что-нибудь еще. Это начинает быть проблемой. Что мне с этим делать дальше? Это первый вопрос. Я бы так ответил на этот вопрос. Очень хорошо, что она понимает, что нужно себя защищать. И очень хорошо, что она услышала строки. Но я бы хотел ее поправить и сказать, что без причины, без оснований бить первыми в сторону. Но как известное изречение наше общее, для меня она стала еще в детстве главным. Если драка неизбежна, то нужно бить первым. Вот лучше бы она запомнила это и в будущем опиралась именно на эту историю. Когда вот уже драка неизбежна, тогда нужно защищать себя. Деете ли вы сейчас первым по коронавирусу? Я смотрю, что вы явно где-то в такой хорошей изоляции. Да, я в хорошей изоляции. Вместе с семьей у нас замечательное время. Проводим отлично его в семейном кругу. Вместе делаем домашние задания. Делаем зарядку. Готовим, разговариваем, смотрим фильмы. Поэтому замечательное время. У меня тоже в голове происходит разная работа. Скажем так, пока делаем некую такую домашнюю заготовку. В атаку не пошли, но стратегическим мыслям с коллегами общаемся. И готовим некую, так называемую, как я назвал это, антикризисный защитный кейс. Чтобы в будущем с нами такой ситуации не произошло. Я сейчас говорю о нашей жизни, и в том числе о бизнесе. А вы будете выступать на форуме Synergy Online Forum, правильно? Да, правильно. И готовите ли вы что-то вот сейчас уже для него? Какой будет тема вашего выступления? Моя тема будет достаточно интересна. Я взял слова для выступления из известного боксерского упражнения под названием «Бой с тенью». Я думаю, что многие мои коллеги знают это название по фильму, известному российскому. Но дело в том, что он, думаю, что отражает сегодня положение дел. И «Бой с тенью» это, в первую очередь, работа с собой, борьба с собой и с воображаемым противником. По сути, то, что у нас сегодня происходит, мы находимся в изоляции. И самое главное, психологически нужно правильно относиться к этой ситуации. Ну и, в общем-то, ни в коем случае не сдаваться, не раскисать, а наоборот строить планы, анализировать. Ну и продолжать бой. Я свой бой, вот последний раз я упоминаю о себе, чтобы уже закрыть это. Я пошел где-то в 12 лет в клуб в Санкт-Петербурге заниматься дзюдо. Тот самый, причем, куда ходил, ну скажем так, не только я. Меня, видимо, опытный преподаватель поставил в пару сразу к очень сильному человеку, ну который там уже был звездой, и, видимо, хотел проверить мою реакцию. Вот я сейчас жалею немножко, что я очень быстро сдался, но я сдался после того, как меня кинули вот так через голову за руки. И я как-то понял, что вот тут надо либо сейчас найти мотивацию и стать таким же, как он, либо отваливать, отползать в сторону, потому что заниматься чем-то другим. Я, ну простите меня, пожалуйста, за молодушие, занялся другим. Вы пошли в каратэ, не хватало мотивации, и вы занялись другими видами спорта. Что вас толкало дальше? Ну я до того, как прийти в зал единоборства, в том числе каратэ, я перепробовал и лыжи, и хоккей, и легкую атлетику, а там как-то вот не пошло, реально не понравилось. Поэтому, в принципе, в этом ничего нет. Мы каждый, у нас все люди разные, физиология разная, и каждому подходит кому-то рисовать, кому-то петь. А я из каратэ, ну вот, скажем так, что-то не зацепило. То есть, какой-то не увидел какого-то будущего. Поэтому начали искать и дальше полный контакт искать. Вот, и там перешли на кикбоксинг, а потом вот на тайский бокс. Ну потому что у вас были, видимо, амбиции именно спортсмена. Потому что в 90-е годы как раз у каратэ было прекрасное будущее. Все это прекрасно помнят. Но оно какое-то было прекрасно, там руками бить нельзя было, вот у нас был стиль штакан, там нельзя было бить в полный контакт. А хотелось вот почувствовать эту силу, то есть по-настоящему проявить себя, вот этот полный контакт хотелось. Поэтому искали и находили. Тогда опять о мотивации. Давайте нагоним ужаса немножко. Вот сейчас где-нибудь нас там будут смотреть дети, мальчики, которым повесили, купили родители боксерскую игрушку или что-нибудь такое. Они сидят в изоляции и вот эту грушу бьют. Груша в ответ их не бьет. Так вот, какие должен представить минусы себе молодой человек, который вот сейчас решил, что он будет боксером? Что он должен преодолеть? Какие страшилки? Что самое неприятное в этом все? Ну да, ну там груша или мешок, это ведь все лишь снаряд. Вот, и это, в общем-то, некий инструмент для достижения своих целей. Но это никак не может быть основным тренажером, скажем так. И вот с помощью мешка нельзя стать чемпионом мира. Да тут там масса аспектов. Я думаю, что как в любом другом деле. Но в первую очередь нужно подготовиться к труду. Вот, к умению терпеть, потому что бокс – это контактный вид спорта. Вот, и неизбежные удары в корпус и в голову – это нормально. Вот, то есть подготовиться к такому немножечко к мужской истории. Вот, ну, конечно, самое главное – попасть к очень хорошему тренеру, к настоящему педагогу, который будет давать все правильно, дозировано, вот, и очень, ну, скажем так, по-спортивному, верно. Но все-таки спорт нужно любить. Как только ты поймешь, что это тебе нравится, то, чем ты занимаешься, у тебя найдутся силы вставать рано утром, у тебя найдутся силы там терпеть синяки, ушибы, какие-то травмы, какие-то еще вещи. То есть ты сразу поймешь, для чего тебе это нужно, потому что тебе это нравится. Так что нужно постараться влюбиться в вид спорта, вот, ну, и его, и слушать тренера, вот, ну, и его постигать. Вспоминали историю однажды, как у вас хотели, скажем так, одолжить настойчиво перчатки, в ответ вы выбили человеку ногой четыре зуба. Свой болезненный удар, наоборот, себе, по лицу, вы помните? Есть такой один? Какие-то, может быть, есть воспоминания из тренировочных лагерей, когда, там, например, пропускал, там, по печени, например, да, такие неприятные моменты, потому что удары в корпус, они самые болевые, вот. А такого, что там, вот, удар в лицо, наверное, не припомню. Наверное, больше, больше, вот, с точки зрения боли, это было боли в раннем периоде, когда там был юноша, вот, боксировал в картаевском боксе, вот там были моменты, которые помним до сих пор, когда после боя опухали ноги, надкосился голень, и ходить даже, идти даже не мог, вот, ноги, в прямом смысле слова, не входили в обувь, потому что опухал, опухал голеностоп. А были такие ощущения, гематомы были большие, вот, а был даже момент, когда на тренировке, не знаю, вот, когда бил по подушке ногой, потом, то ли какая-то травма, то ли что-то спровоцировать, пришел домой, нога раздулась. Вот, потом пришлось идти в больницу, мне разрезали голень, там, сантиметров 6-7, наверное, такой разрез, вот, и, в общем-то, откачивали, там, когда опущена жидкость, кровь, были такие моменты. На улице со мной таких неприятных ситуаций не происходило. Вы сейчас сказали, что используете время, освободившееся, скажем, назовем это так, для общения с сыном, что много с ним общаетесь, вот вы сказали, что делаете уроки. По России, да и вообще, наверное, во всем мире очень много людей, которые сейчас, почувствовав себя в заперти, начнут лезть на стенку, да, срываться на своих, в общем, включать людей. Вот, что вы им посоветуете? Я вот, я вижу ключ к нормальному существованию вот в этом, в этих условиях, это некое расписание, некий график и дисциплина. То есть, ну, каждый друг другу, чтобы понимал, есть какие-то зоны, есть какие-то временные зоны, вот, и в конце концов, если школьники, то они должны учиться, и они должны делать домашнюю работу, делать вовремя, поэтому, когда вот некий есть порядок в доме, вот, в хорошем смысле, не как в армии, конечно, но просто вот распорядок, еда, учеба, отдых, сон и так далее, я думаю, что всем будет комфортно. Вы говорили также о том, что когда ваш сын начал заниматься хоккеем, он практически перестал болеть. Вы сами любите хоккей, в него играете. Многие говорят о том, что у льда вот эти все микробы умирают, почему хотя бы без зрителей, почему не хотя бы в изолированном режиме заниматься хотя бы хоккеем? Видимо, есть как бы человеческий контакт, собственно, то, о чем говорится, что это сейчас сегодня запрещено, контакт физически именно. С точки зрения пользы этой среды, холодной среды, в которой находится ребенок, и вообще-то человек, я это вижу как простой закаливание. То есть организм привыкает к этой температуре, к этой низкой температуре, и он просто становится сильнее, появляется некий иммунитет. И правда, сын перестал болеть, когда активно занимался хоккеем. И это действительно хороший прием для того, чтобы избежать соплей, кашля и так далее. Он перестал заниматься, да? Да, он перестал заниматься, закончил как раз чуть меньше года. И что делает? Занимается боксом. О, все-таки он к этому пришел. Боксом, да, и к баскетболу. А вы, кстати, следите за четвертыми звеньями, за вот этими в NHL, где телохранители выходят на лед? Хотя сейчас практически в хоккее уже стало меньше, менее популярно, чем раньше, но... Четвертые звенья, да? Я думаю, что, наверное, сейчас такого нет. Мы видели и овечки, вполне себе и обладают качествами, которые нужны, не торгая, да? Поэтому нет, не слежу, но все-таки это больше, наверное, там для защитников в целом подходит. То есть защитники должны быть как стена, никого не пропускать, вот, и быть железобетонным. Поэтому... Я, кстати, у меня ампуа защитник сегодня. Я сейчас играю в хоккей, как вы сказали, в команде российской звезда. Я взади играю. А иногда пара у меня либо Степанов, либо Гусев. Александр Гусев, да, и Степанов, Саша также трехкратный победитель КТХЛ в Адбарсе. Мне с ними очень комфортно. Ваша фраза, опять же, что футбол и хоккей для вас принципиально разные вещи. Вот немножко бы расшифровать. С точки зрения, наверное, психологии немножко разные вещи. В футболе, как мне кажется, футболисты отрабатывают нарушения, именно отрабатывают симуляцию нарушений. А в хоккее это не принято. Так же, как и в боксе. Когда в хоккее бьют, ты вскакиваешь и говоришь нет, не было. А когда тебя толкают или делают движ, что тебя толкают, ты падаешь в футболе, ты бишь, было, было, было. То есть вот в этом и отличается, я думаю, что в действительности все-таки, мне кажется, хоккей намного жестче, чем футбол. Хотя в футболе тоже, безусловно, огромные физические нагрузки и большие травмы, ребят. Когда делаешь интервью с известным нашим российским хоккейным Тавгаем Александром Юдиным, он теперь уже экс-хоккеистом, он вспоминает игры немножко так. Он говорит, а, это мы играли с теми, то я тогда этого избил. Да, да, да. То есть игру вспоминают по драке, да? Не, он говорит слово избил еще мне нравится. А вы свои бои вспоминаете каким словом? Что вы с Владарчиком сделали? Сбили его или победили? Ну, я его выиграл, а вообще приговорил. Приговорил? Да. А какую победу свою цените больше всего сейчас? Я думаю, что логично говорить о самой главной победе это бой за титул чемпиона мира. Ну, и защита понятно, что защита этого титула. А тот первый бой, после которого вы самые первые сказали, что вы чувствовали себя дико уставшим? А, это Валерий Семешкурта? Да. Да, да, это было вообще мне тошнило после боя, конечно, это шестиравный поединок, да, ощущения такие были странные, как мне казалось, что не супердлинная дистанция и не супербольшой темп, но я действительно устал. Психологически вот другая концентрация, другая концентрация. Очень устал, но победил. Прямо на зубах я карабкался в конце, виду не показывал, но было очень тяжело. Опять же, ваша фраза. Боксеры, которые добиваются успеха, это, как правило, умные парни, которые включают голову, а включение головы нужно для управления страхом. Вот сейчас вы какой-то... Можете совет людям дать в жизни, в той, которая сейчас происходит, как управлять страхом перед теми всеми новостями, которые валятся? Я не знаю, сравнимо ли это с тем, что чувствует боксер во время боя, но вот какие-то свои вот эти флюиды можете передать? Если честно, в ринге очень страшно. Вот этот выход на ринг реально страшно. Сейчас, действительно, у кого-то может быть страх, он может быть другого формата с точки зрения потери бизнеса, потери каких-то финансовых потоков, но в ринге немножко другой страх. Там есть страх потери не только здоровья, но и жизни. Поэтому там правда страх. А что делать сейчас? В первую очередь, я думаю, что как и перед боем, как и вообще в любой другой ситуации, для того, чтобы управлять своим страхом и не терять контроль над собой, над своими действиями, в первую очередь нельзя паниковать. То есть, нужно немножко сконцентрироваться, успокоиться, проанализировать ситуацию и ни в коем случае не поддаваться панике. Вот что сегодня происходит, как перенасыщение информации, причем разной, из разных источников, и из официальных, и неофициальных, и по телевизору, и в интернете. Разные сюжеты, много всяких версий, и это все сильно загружает голову. Отсюда, наверное, может появиться некий страх, какое-то замешательство, постараться сконцентрироваться, возможно, отключиться, и просто подумать о том, что, во-первых, я уверен, что совсем скоро коронавирус пройдет, самоизоляция закончится, подумать о том, что мы будем делать дальше, попробовать уже построить сегодняшние планы, посмотреть кругом, кто остался рядом с вами, остались ли вообще люди, которые готовы дальше с вами шагать, подготовиться, подготовиться психологически к тому, что, возможно, придется начинать все с нуля, быть готовым к тому, когда мы выйдем из самоизоляции, я сейчас говорю больше даже про бизнес, что может такое случиться, что придется подавать на банкрот, закрывать свой бизнес, но потом начинать с нуля, имея огромный опыт, имея активы в виде неких ресурсов, знаний, имея сильную команду, которая сегодня уже осталась, если осталось 2-3-4-4 человека, 10, но если они остались с вами, значит, они самые преданные и крепкие, значит, они прошли проверку, и я уверен, что с таким настроем достичь этой планки, которая была до кризиса, будет намного быстрее, чем до кризисного момента, и я уверен, что люди шагнут вперед. Вы достаточно и в молодом возрасте обладали достаточно устойчивой психикой, потому что есть пример боксера Марата Балаева, который попал в ситуацию, как считаете, после кризиса, он не знал, что ему делать, и в итоге пошел в тюрьму, потому что начал красть. Вы сами признавались, что у вас был не самый благополучный регион, что и не самое благополучное время для взросления молодого человека. Вы могли отправиться совершенно по другой дороге, но выбирали для себя другую. Вы уже тогда аналитически пытались мыслить, или кто-то все-таки был рядом, кто держал за рот? Старался, всегда сам анализируют, и у меня была и остается хорошая семья, у меня прекрасная мама, которая всегда с вами разговаривала, говорила, мы с ней много обсуждали, поэтому я всегда старался думать. Я думаю, что то, о чем я достаточно в раннем возрасте, о чем я стал мечтать, тоже, наверное, есть наличие какой-то стабильной нервной системы, каких-то возможно, каких-то, как сказать, имел смелость в отношении других ребят мечтать о самом большом. Вот и все. Тут надо просто наверное какую-то иметь внутреннюю смелость пробовать думать об этом, ставить цели и пробовать к ним идти. Часто перед крупными боями, когда особенно нагнетается атмосфера, идет промоушен активный, даже, можно сказать, агрессивный, и боксеры начинают, особенно там тяжеловесы, делать всякие высказывания, что я его там разорву, я ему там чуть-то не откушу лицо и так далее. Они действительно так друг к другу относятся, или это майн-геймс, как говорится. Это все действительно игра, это больше привлечение зрителя, но это ведь привлечение аудитории, потому как когда ты играешь, все понимают, что да, он просто играет, жизнь не такая. Когда ты пытаешься показать, что действительно хочешь отпустить ему голову, то это всех привлекает, ого, а что же будет на ринге, ничего себе, то есть это выходит за рамки спортивной истории, это что-то личное, поэтому я думаю, что, но я считаю, что это игра, это игра для самих спортсменов, этим поднимается интерес к зрителю, продажи, просмотры, вот, и внимание. Пресса не любит, журналисты не любят, когда, когда спортсмены молчат, есть боксеры там и в России, которые, допустим, я знал, знаю, которые отличные боксеры, они в ринге показывают шикарный бокс, но они не могут давать интервью, они просто молчат, да, нет, не знаю, на этом все, что давать СМИ, что, что должен зритель читать там в интервью, какие слова, и сразу же автоматически к этому боксеру пропадает интерес. Есть примеры мировые, допустим, как тот же, не знаю, Хулио Сазарчавис, да, который до сих пор говорит по-мексикански и говорит по-мексикански будучи, и в принципе тот же Сауль Альварес, например, но они круто боксировали, они мировые звезды, которые попадают в зал славы. Таких единиц, и для того, чтобы все-таки тебя узнали, нужно быть активным и во время пресс-конференций, и во время разных там активностей, которые перед боем. Вы проиграли один-единственный бой за свою карьеру, много раз в принципе об этом уже говорили, что вы это бросили уже за спину, как говорят англичане, и извлекли уроки. Вы общались после этого с Фератом Арсланом вообще когда-либо? Пересекались в жизни? Пересекались, да, он даже в 2015 году приехал в мой лагерь с парринг-партнером, потому что после первой защиты китула чемпиона мира с Лукашем Янником. Следующая защита была у меня обязательная боксера, который назначила федерация, и обязательно станутся имел на тот момент Илунга Макабу. Соответственно, он левша, и в 2015 году я приглашаю в свой лагерь Табисом Чуна, который, кстати, недавно победил Дениса Леведева в Красноярске, приезжал боксировать. Потом, значит, Феррат Арслана и Кемин Лорена. Вот Феррат Арслан спустя 10 лет, это тогда такая фантастическая была ситуация, спустя 10 лет, когда он меня победил, он, в принципе, недолго раздумывая, принял приглашение, он приехал как спарринг-партнер в мой лагерь, и мы три недели подготовки тогда провели вместе в Чехове, в моем любом тренировочной базе, стояли с ним в парах, кушали, жили в одном корпусе, общались, разговаривали, много возвращались к тому поединку, смеялись, ну так что вот такой парень, он был хорошим, приятным, воспитыванием парнем, я при этом знал, но тут сейчас так поближе сблизились, он говорил, что когда мы на ринге были с тобой соперники, сегодня я в твоей команде, сегодня я твой друг, я тебе помогаю готовиться к бою, ну это дело с большим удовольствием. Так это получается вы должны себя эксклюзивно чувствовать по сравнению с ним, потому что он 9 боев, как я видел, проиграл, а вы всего один и с ним, так это скорее превосходство даже. Если прямо сейчас столкнуть Хабиба и Фергюсона, на кого поставить? Честно скажу, я не поклонник ММА, вот, я не, ну я практически не понимаю борьбу, я вижу, когда один другого душит, и соперник отказывается, я понимаю, что там ему больно, там он ломает ему или его душит, да, но я не понимаю технику борьбы, я не понимаю, для чего и куда они заходят, и что они делают, что они хотят. И поэтому я не поклонник ММА, я не слежу, я видел бой Хабиба, когда вот как раз он боксировал с Конором, тогда транслировали на всю страну, все об этом гудели, я тоже посмотреть хотел. Вот, смотрел Конор, когда боксировал с Майвейзером. Но я не знаю, я не видел, честно говоря, сейчас не обманываю, не видел боев Фергюсона, я не представляю, ну действительно, расклад сил. Говорят, что Фергюсон очень крутой борец и самый сильный соперник для Хабиба. Но я всегда настроен патриотично, вот, и я думаю, что Хабиб должен побеждать. Как сейчас выглядит ваш родной город Прокопьевск? Сам город хороший, он, как вот, он серьезно изменился сначала, середины 2000-х годов. Так и сегодня хороший город, уютный. там есть для меня очень важное место под названием общепрообразовательная школа моего имени, которая носит мое имя, школа номер 26, семьи Григория Граждан. Для меня это, на самом деле, самый важный момент в городе и самая большая ответственность. А так в целом все замечательно. Город живет, к сожалению, экономическая ситуация в нашей стране в целом, наверное, не позволяет говорить о том, что сегодня город расцветает, вот, и я точно знаю, что есть отток населения из Кузбасса в целом, из Прокопьевска, вот, но это не в неповальном режиме, в таком-таком вот, наверное, какой-то такой стандартной ситуации всегда есть приток-отток, но сегодня из регионов много не уезжают. Но в целом все замечательно, люди живут. В ближайшее время нам, видимо, будут всем предстоять, ну, в течение года поездки по России в качестве альтернатив по смене локации. Вот мы можем сейчас, вы провели очень много времени в поездках, в том числе и по России, много где были, где бы вы провели бы, наверное, свой лучший отпуск на данный момент на нашей территории? Я вот, честно говоря, так полноценно с точки зрения отпуска никогда не был на Горном Алтае. Был набегами, на скоками, полноценно не был. Я бы с большим удовольствием провел бы, допустим, отпуск в Горном Алтае. Ну, либо традиционно для меня город, один из любимых городов России, это Сочи, куда мы там с семьей ежегодно ездим и не один раз. Я бы с большим удовольствием. Я думаю, что там будем рассматривать вариант проведения отпуска, если у вас случится. В качестве последнего вопроса, когда, например, все откроется, если бы вам предложили поехать в одну из в одну зарубежную страну, где бы вы с удовольствием оказались? Я давно не был в Америке и хотел бы поехать в Майами. Всего вам хорошего, удачно пережить всю эту ситуацию и хорошего выступления на Синерджи онлайн-форуме. Сейчас немного наглости в наше непростое время. Если вы хотите остаться известным спортсменом, берите трубку, нажимайте кнопку скайпа, когда мы вам звоним. А всех, кто это смотрит, прошу подписываться на канал Спорта День за Днем, ставить лайк и в комментариях писать, кому бы вы хотели позвонить в следующий раз. Всего вам хорошего, удачного карантина, а еще лучше, чтобы из него скорее вышли. Но, естественно, не самого. Пока.